Владислав Селезнёв, военный обозреватель, полковник запаса. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что означает перехватили стратегическую инициативу по всей линии фронта. Это значит, что российская оккупационная армия вынуждена рефлексировать на все события, которые реализовывают украинские силы обороны. И я так думаю, что в этом контексте мы должны говорить не только о южном направлении, о юге Запорожской области, ведь именно там сейчас сосредоточено всё внимание, скажем так, лиц, которые в той или иной степени привлечены к освещению событий в рамках российско-украинской войны. Не менее динамичные события в настоящее время происходят на восточном фазе российско-украинского фронта. Там ситуация на разных участках фронта разнится. К примеру, в районе Бахмута украинская армия диктует условия, и враг вынужден рефлексировать, подтягивать дополнительные резервы, в том числе оперативные резервы, как то подразделение 31-й бригады десантных войск российской армии, по праву являющейся одной из самых элитарных бригад в составе вооружённых сил Российской Федерации. Где-то ситуация более сложная для украинских сил обороны, например, на Лиманском направлении, где в районе Белогоровки идут очень тяжёлые бои. Враг там имеет преимущество, он пытается атаковать наши подразделения не только в районе промзоны вблизи Белогоровки, но и на территории Серебрянского лесничества, пытаясь оттеснить наши подразделения с тех рубежей и позиций, где мы находимся. Не менее сложные боевые столкновения происходят на Купинском направлении. Враг пытается атаковать наши позиции непосредственно в Мареньке, но это он делает в течение уже нескольких месяцев. И несмотря на заявление российского пропагандиста, что они вот-вот возьмут под контроль полностью Мареньку, тем не менее бои в западных микрорайонах это фактически земля сравненного населённого пункта. А почему такое? Потому что активно работает российская авиация, российская артиллерия. Собственно говоря, успехов там россияне не имеют. На что я хочу обратить внимание наших зрителей, так это на то, что россияне вынуждены применять всё чаще авиацию. К примеру, за минувшие сутки, об этом отчитывается наш генштаб, россияне нанесли 58 авиационных ударов и 50 артиллерийских ударов. То есть уже приоритет именно в отношении более активного применения авиации. С чем это связано? Вполне вероятно, это связано с тем, что, во-первых, за минувший месяц мы, россияне, уничтожили порядка 688 артиллерийских систем. Плюс мы пожгли немало им складов с боеприпасами, те, которые они планировали использовать для нанесения артиллерийских ударов под нашим позициям. Плюс россияне имеют определенные сложности со своевременными поставками этих самых боеприпасов, потому что часто густо и российские железнодорожные линии, вернее, железнодорожные линии, которые находятся под контролем российской оккупации на армии, как то на территории временно оккупированного Крыма, либо же на юге Запорожьей области, во время времени приходят в неводность. Почему? Потому что работают украинские партизаны, которые подрывают эти железнодорожные пути сообщения. История про подрыв автомобильного моста в районе Чунгара также всем хорошо известна. Россияне сейчас в спешном порядке пытаются очень скорее восстановить, но это не факт, что не будет новых прилетов, штормшедов наших ракет, а это значит, что вновь россиянам придется прилагать определенные усилия, чтобы этот очень важный для них участок автомобильного сообщения вновь восстановить. Ситуация на фронте динамичная, но то, что в настоящее время условия и цели, задачи определяет именно украинские силы обороны, а российская оккупационная армия вынуждена рефлексировать, это очевидно. Старший лейтенант вооруженных сил Украины Олег Калашников в нашем эфире сегодня рассказал о том, что российские оккупанты отходят с улиц Бахмута на севере города. Можете рассказать подробнее, что там происходит? Не только на севере, но и на некоторых улицах в юго-западной части украинского города крепости Бахмут россияне вынуждены отступать с тем, что украинские силы обороны, пусть медленно, тем не менее, имеют возможность продвигаться вперед на юге и на севере для того, чтобы отдавливать, оттеснять чем дальше российские оккупационные подразделения. Тот же российский гарнизон, который находится в самом Бахмуте, безусловно, на этот процесс реагирует весьма нервно, потому как есть некоторые шансы, что они могут оказаться в оперативном окружении, поэтому и перемещается, перемещается, дабы не оказаться в жерновах активной деятельности украинской артиллерии. Ведь там мы достаточно серьезно имеем компоненты именно в части артиллерийских систем. Наши арт-системы более дальнобойные, более высокоточные, а значит, россияне, не только артиллерийские подразделения россиян несут потери, но и те подразделения, которые находятся непосредственно в городской застройке. Поэтому россияне вынуждены маневрировать. Чему это приведет? Пока еще рано делать прогнозы, но очевидно, что уж коли украинская армия владеет инициативой на этом участке фронта, скорее всего, россиянам придется рефлексировать и либо же подтягивать дополнительные резервы для того, чтобы оккупировать украинское контрнаступление, либо просто бежать с этого участка фронта, потому что уцелеть под высокоточным огнем украинских активистов крайне сложно. Баленкет со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что российские оккупанты построили плотину на реке Токмачка в районе города Токмак Запорожской области. Река начала разливаться, некоторые поля затоплены. Таким образом, российские оккупанты планируют сдержать контрнаступление вооруженных сил Украины. Как думаете, сработает ли такой замысел Российской Федерации? Безусловно, россияне изыскивают любые возможности для того, чтобы максимально замедлить украинское контрнаступление. В том числе, начинают играться с ними сами дамбами, либо их созданием, либо разрушением. История с подрывом дамбы в районе Новой Каховки известна на весь мир. Плохо то, что весь мир не проявил достаточно консолидированной и очень жесткой позиции в отношении российской оккупационной армии, которая совершила этот акт экоцида. Но, тем не менее, россияне убедились в том, что разлив Днепра привел, собственно говоря, к нулю возможность форсирования большими силами Днепра справа на левый берег, соответственно, украинскими силами обороны, для того, чтобы провести операцию под оккупацией Юго-Херсонской области. Хотя, с другой стороны, мы четко знаем, что на юге Херсонской области активно действуют украинские разведчики, которые проводят поисково-рейдовые мероприятия, уничтожают вражеские объекты. Понятно, они не вступают в боевые столкновения с крупными рубежами обороны противника, но поиск важных объектов на территории временно оперированного противника, будь то система радиотехнической разведки или радиоэлектронной борьбы, безусловно, эти объекты подлежат уничтожению. И над этим работают наши разведчики, либо же самостоятельно, либо отдаются ли указания для нашей авиации, для наших артиллеристов. Ситуация достаточно динамична, и я думаю, что россияне просто изыскивают любые возможности, чтобы по максимуму усложнить продвижение украинской армии. Хотя, в который раз я уже повторюсь буквально о следующем. Нынешнее контуроступление, ну как минимум этот его этап, это даже не про освобожденные квадратные километры в украинской земле. А вот про уничтожение вражеского военно-потенциала, так это точно, ведь очевидно. Чем больше вражеской бронетехники мы уничтожим, чем большее количество артиллерийских систем и боеприпасов к этим артиллерийским системам мы превратим в кейпу, тем меньше ресурсов будет у врага, чтобы пытаться остановить наше контуроступление. Генерал Залужный в интервью изданию The Washington Post снова сказал о том, что Украине очень нужны самолеты F-16 на поле боя, потому что танки, те же леопарды, без самолетов, они превращаются просто в мишень. Что известно о том, как идет передача, идет ли она самолетов F-16 и можем ли мы говорить о приблизительных сроках, когда Украина их получит? Сегодня достаточно тревожный звонок озвучил президент Владимир Зеленский, который сказал, что еще до сих пор наши пилоты не приступили к программам подготовки в рамках пилотирования F-16. Это не очень хороший фактор, ведь еще буквально недавно мы слышали заявление украинской миниции обороны господина Резникова, который утверждал, что ближе к Новому году первую партию F-16 мы получим. Время идет, технику необходимо готовить в передаче, ту же самую технику, которая крайне важна. Ведь есть три составляющих успеха военно-технического обеспечения украинских сил обороны, которые могут способствовать эффективному украинскому контр-наступлению. Первое, это боевые платформы F-16 для того, чтобы, а, закрыть небо на территории нашей страны и обеспечить воздушное прикрытие действий украинских сил обороны. Б, это система против воздушной обороны, в том числе патриоты. Президент Владимир Зеленский говорил, что мы имеем две батареи, а желательно бы иметь таких 20 батарей, чтобы надежно закрыть небо на территории нашей страны. Ну и третий фактор, это дальнобойные, высокоточные ракеты. Ракеты типа Атакамс. Почему так часто мы вспоминаем об Атакамсах, которые по техническим характеристикам несколько слабее, нежели Шторм Шэдоу. Но Шторм Шэдоу, они могут запускаться с носителей воздушных. Мы имеем ограниченное количество бомбардировщиков Су-24, которые переоборудованы под применение такого типа боеприпасов, ракет. А Атакамсы способны запускаться с платформы Хаймарсов или их аналогов. У нас их достаточно большое количество, значит, мы можем быть достаточно успешными на поле боя. Поэтому по-прежнему актуализирован вопрос передачи Атакамсов. Но как скоро этот вопрос решится, напрямую зависит от решения Байдена и, соответственно, представителей правительства Соединенных Штатов Америки. Вот по поводу Атакамс, Wall Street Journal пишет, что вопрос практически решен со ссылкой на чиновников США, что решается он на самом высоком уровне. Если конкретно говорить, допустим, нам в ближайшее время эти ракеты передадут, конкретно что это может, как может повлиять на ситуацию на фронте, в чем поможет в контрнаступлении вооруженных сил Украины? Американский генерал Бен Ходжес, известный эксперт, до недавнего он был командующим войсками США в Европе, утверждает, что украинская армия способна практически бескровно освободить Крым от российских оккупантов путем активного применения Атакамсов. Каким образом не следует действовать? Используя высокоточное и дальнобойное это оружие, необходимо уничтожить Крымский мост, тем самым лишив стабильной военной логистики российский гарнизон, что действует на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, а затем методично уничтожать все вражеские военные объекты на территории Крыма. Ведь не просто так Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма просила их держаться чем дальше, от военных вражеских объектов, это смертельно опасно. Тех самых объектов независимые журналисты и исследователи нашли на территории Крыма и Севастополя порядка 220 единиц, хотя говорят, что таких объектов в Крыму может быть до полу тысячи. Безусловно, все их следует уничтожить, дабы российская армия потеряла любую возможность к сопротивлению. Ну а далее продвижение штурмовых бригад, в том числе бригады «Карадак», она именно создавалась в цели окончательно решить вопрос о деоккупации Крыма и Севастополя. Затем уже начнем с иной процесс, процесс стабилизационных действий. А, разминирование. Б, работа с коллаборантами, это уже правоохранительные органы, поиск шпионов и возвращение Крыма и Севастополя к мирной жизни, той самой жизни, которая была до февраля 2014 года. Также СМИ пишут, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и объявить об этом могут в начале июля, то есть, ну вот-вот, на днях буквально. Просила ли Украина эти боеприпасы и что они дают на фронте? Что такое кассетные боеприпасы? Это боеприпасы, в чреве которой находятся так называемые суббоеприпасы, которые способны после взрыва основного боеприпаса распространяться по достаточно большой площади и далее выполнить уже свою черную работу. На каком этапе переговорного трека идет коммуникация между правительством Украины и теми странами-доромами, которые имеют такой тип боеприпасов, мне неизвестно. Думаю, что если в конце концов это решение будет согласовано, ведь нынешняя война, мы видим, что Российская Федерация ни с чем в себе не ограничивает. Она абсолютно не считается и с сопутствующими потерями, имеется в виду смерти и травмы среди мирного населения в нашей стране, и детей, и женщин, и стариков. Поэтому, соответственно, должны ли мы ограничивать себя в определенных аспектах? Безусловно. Мы не воюем с мирным населением, но если у наших западных партнеров есть боеприпасы, которые способны максимально выхолостить боевой потенциал путинской армии, то почему мы не можем такой тип вооружения использовать? Владислав, спасибо за разговор. Военный обозреватель, простите, полковник с запасом Владислав Селезнев рассказал нам о военной помощи Украине союзникам и о ситуации на фронте. Продолжение следует... Продолжение следует...